МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Моё первое ощущение по опыту, я вам так скажу, радость в первую очередь. Это эндорфины, выброс эндорфинов в кровь и прочее. Но самое главное – это гордость за себя, что я смог это сделать. В общем, мастер своего дела. Именно Нифонтов и будет обучать азам прыжков на батуте ребят. Региональная федерация зарегистрирована. Тренеры прошли обучение в Москве и готовы воспитывать чемпионов в этом олимпийском виде. Самое сложное – это работа с самим собой. Это борьба с собственными страхами. Всё тело должно быть сильным. То есть каждый сустав, у нас идут связки, мышцы. Это всё абсолютно у нас задействовано. То есть, когда человек встает впервые на батут, не прыгая до этого, он в шоке от того, какие мышцы у него задействованы были. То есть уже на следующий день болят те мышцы, которые у него не существовали до этого. Этот вид популярен и в других дисциплинах. Например, в прыжках в воду, горных лыжах или фигурном катании. Батут является средством отработки элементов вращения. В велоспорте, как говорят специалисты, он тоже незаменим. Координация, обычная координация, общая координация всего тела, владение телом. Если телом не владеешь без велосипеда, тогда какой-то вообще велогончик, беймиксер, гоночный беймиксер. Эта дисциплина улучшает работу вестибулярного аппарата, развивает ловкость и координацию. А ещё это отличная эмоциональная разгрузка. Записаться в секцию может каждый. Невысокие, соответственно, это понятное дело. То, что высокому сложно управлять длинным телом. То есть короткие конечности должны быть у прыгунов на батутах и крепкие, соответственно. Это второе. Но если мы берём набор 5-6 лет, соответственно, первую группу нашу возрастную, то это будут дети вообще для укрепления всего. То есть будет очень хорошее развитие детей. Так что со временем в Адмуртии появятся чемпионы и в таком олимпийском виде, как прыжки на батуте. Продолжаем выпуск. Хоккеисты Иштали провели очередной выездной матч в рамках чемпионата высшей хоккейной лиги. Встречались они в Орске с местным клубом «Южный Урал». Ижевчане уступили хозяевам по булитам 2-3. Наша команда заработала первое очко в сезоне. Завершит Ишталь выездную серию матчем «Бучилак» против клуба «Горняк» 11 сентября. Играли на выезде и гонболистки Ежевского университета. На этот раз их соперником на предварительном этапе женской национальной суперлиги была команда «Ростов-Дон» – неоднократный чемпион страны. И тот поединка 40-15 в пользу ростовчанок. Впереди у университета очередной выездной матч. 19 сентября девушки отправятся в Уфу. А дублеры университета в это время принимали на своей площадке тольяттинскую команду «Олимп». В первом матче ижевчанки выиграли у гостей со счетом 37-28. Во втором уступили 11-12. Следующий тур национального первенства у нашего клуба стартует 16 сентября в Звениграде. Далее вести из Казани, из командного чемпионата страны. Сборная Удмуртии в составе Юлии Каримовой, Натальи Бородчиковой и Полины Болотковой в стрельбе из пневматической винтовки на дистанции 10 метров одержала победу. А седьмыми были в стрельбе из пневматического оружия наши Дарья Корженко, Анастасия Волкова и Кирина Фифилова. На всероссийском турнире кистолетчик Антон Марилов седьмой. А вот Ленар Багаудинов уже выступил на национальном чемпионате. Напомним, на днях в Ульяновске в разделе кикбоксинг креативной формы он выиграл серебряную медаль. Это новое и перспективное спортивное направление, которым теперь всерьез увлечен Багаудинов. И у него впереди крупные старты. Выступил, я так скажу, удачно на чемпионате России для себя. То есть серебряная медаль для меня это на самом деле даже очень хорошо, даже так порадовался. Сейчас впереди у нас кубок России через месяц, в ноябре в Екатеринбурге. Ну и если все хорошо, то чемпионат Европы в декабре Турция обещает принять, хотят провести. Если все хорошо, то будем готовиться и уже представлять нашу страну на чемпионате Европы. Ушуисты сборной Удмуртии тоже шлифуют свое мастерство. Тренировки каждый день у лидера команды Анастасии Утрубина впереди чемпионат страны по спортивному Ушу. Она отобралась на этот старт на первенстве округа. Ее товарищи по команде готовятся к контрольным домашним стартам. Настрой боевой, все очень хорошо, очень готовятся, причем очень плодотворно готовятся. Видимо, все-таки эта пауза пошла на пользу. Узнали, что тренировки это хорошо и очень с энтузиазмом занимаются, очень прогресс большой. Наставник уверен, его воспитанники покажут хорошие результаты и на домашнем турнире, и на предстоящих выездных. Их даты проведения пока не утверждены. И о волейболе. Предсезонный турнир памяти Пичугина и Шибанова среди женских команд не состоится. Напомню, проходил он традиционно в Ижевске в начале сентября. Виноком, сложная эпидемиологическая обстановка. Рисковать своим здоровьем никто не хочет. Лучше поберечься, считают многие руководители клубов. Такая ситуация сложилась в стране, и, к сожалению, не смогли команды приехать к нам. Хотя желание было огромное, особенно и у Казани, и у Череповца, потому что команды обновились, хотели посмотреть себя в деле перед стартом сезона. Ну и у нас тоже мы точечно усилились с тремя девочками, тоже хотели посмотреть, как они будут в игре, показывать себя. Но, тем не менее, что имеем на данный момент, то и будем. Стартует первый тур чемпионата страны среди женских команд высшей лиги Б 10 октября. Наш клуб «Италмаз и ЖГТУ» отправится в Брянск. Домашний тур запланирован на ноябрь. Сегодня празднует свой день рождения министр спорта Удмуртии, заслуженный тренер России, судья международной категории, мастер спорта международного класса под хэквондо Александр Варшавский. Желаем Александру Ильичу здоровья, успехов во всех делах и, конечно, удачи. Я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok